Алло. Алло. Здрасьте. 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 Выездной отдел Финкале группы компании Быстроденьги. Какой отдел? Выездной или разъездной? Сейчас не расслышал. Выездной отдел. Ну-ну-ну. Да, я. Прекрасно. Мы так хуйно деньги оплачивать не собираетесь. Нет-нет-нет. Кому-кому-кому-кому. Выездному отделу точно нет. Сергей Борисович, у вас была возможность оплатить деньги. А сейчас? А сейчас что произошло? Выездной отдел. Ага, вот нас бежим, блядь. Сейчас мы намерены подъехать по моему адресу. Давай, давай, я жду. Когда будете? Говори, какой торт. Во сколько будет человек? Во сколько? Через два часа будем. Сколько вас будет? Сколько вас будет торт какой покупать? Да, ну не важно, Сергей Борисович, сколько вас будет. Ой, блядь, чумохода. Ты сам себя-то слышишь. Давайте мы вам деньги поможем вернуться. Да ладно тебе. По адресу, по адресу. Подъезжай. А деньги кто за вас сегодня будет оплачивать? Мама, папа? Слушай, я сейчас соберу людей около подъезда и скажу, что буду бить морды. Строим. И они мне сбросятся на билеты. Да, да, да. Слушай, вот лично тебе по голосу тебя узнаю, пидора, и тебе первую, короче. Первый апперкот ты получишь. Да, 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 да. Чего? Да я тебя жду, слышишь. Тебя как зовут? Папу предупреждаем, Сергей. Извиняйся перед мамой и перед папой. Голос какой мерзкий. Фу, пидор. Слушай, а как тебя подзывают? Вот, знаешь, людей зовут, а тебя подзывают. Как? Скажи, представься. Чудо. Выездной отдел. До свидания, Сергей. До свидания. Пошли. Пошли куда, пошли. Представляете, а кто-то может испугаться этого. Вот этого голоса, вот этого, похожего на гопнический. Типа, выезжаем к вам, все, молитесь, крепитесь, это самое, будем по понятиям базарить. Черт. Вот он сидел, думал, как бы его напугать. Вот он не боится, не боится ничего. Сейчас выездным отделом шарахну и испугается. И точно скажет, а то он, наверное, там это самое, понты клеил. А теперь это уж точно дело-то коснулось горячего, добровольно не хочет. Сейчас мы приедем. Ой, ты на себя зеркало давно смотрел? Чудо-то гороховое. В спортзал ты давно ходил. Вообще знаешь, где спортзал находится? И как вообще вот эти вот выездные встречи, чем для тебя в первую очередь могут кончиться? Если ты вдруг с какого-то перепоя дикого решишь куда-нибудь к кому-нибудь приехать и не дай бог тебе нарухаться на нормального пацана или мужика, который тебя просто возьмет за ухо, трепет и под затыльников надает, чтобы ты больше не безобразничал. Ладно, друзья, мы смешили. Ну вот так вот начинается в некоторых день. Кто-то этого боится, а кто-то хохочет над этим. Я предлагаю всем начинать любой день с улыбки. Это вам надо перестать бояться. Нужно обрастать знаниями, какими-то компетенциями определенной юридической, вот именно хотя бы той, которая касается лично вашей жизни. Тогда вы перестанете всего бояться, начнете жить спокойно. Да, в рамках страны, конечно, таких людей очень-очень мало в процентном соотношении. Но хотя бы вы, те, кто слушает сейчас этот ролик, станьте это не трудно. Станьте тем, кто ничего не боится и хоть что-то знает. На нашем канале все возможности для этого есть. Почитайте комментарии, как люди о нас пишут. Ну а те, кто хочет действительно еще и в документальном формате исключить возможность взыскания с них чего-либо и чувствовать себя законным образом, никому ничего лично не должен. Пожалуйста, обращайтесь к нам в компанию. Компания называется Алям. Ссылочка на наш сайт в описании этого ролика есть, всех других роликов. Там выложено видео, как устроена работа наших специалистов. Ну что, понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Тоже ссылочка есть в описании этого ролика. Там все, весь контент, что есть на YouTube, дублируется ВКонтакте. На связи был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты компании Алям. Всего вам хорошего, счастья, благополучия и отличного настроения. До свидания.